всех привет дорогие друзья на связи с клан сквад и группа на серии stronghold и мы продолжаем наш любительский турнир по крусадеру сегодня у нас встречается ведиана и катанас привет ребята привет нас привет какой настрой что один к мы веселые принципе у нас товарищеский матч и мы уже много выиграли более-менее знаем друг друга наши так но не таких турнирных прям матчах поиграем на серьезе очень любопытно кто кого андрей недавно тренировался я верю что его наконец-то натренировали хорошенько более опытные товарищи ну что ж посмотрим как натренировали все я когда стартую до приступаем игре так у меня выйти попалами не запускает запускает у меня первая загрузка всегда очень долго там стране ожидаться подключения может быть если не получится когда нам перезапуск поможет мы загрузились да я загружаюсь пока сделано что по углам да так готов мой непривычный угол так построить такой нас другие диагональ были они надо можем сначала один потом другой так хорошо нас так отсрочка у нас 20 минут правильно автосохранение сколько 5 давай 10 10 10 и скорость 60 быстровато для нас будет выходить наверно мы не фону я первый 60 играл готов давайте я уже так я вообще сюда раскидаю а вряд ли я хочу а я понял то через связи ребят удачи хорошая хорошая так а мы собственно посмотрим что у нас получится в этой игре правильнее идет матч red lord lord степан а у нас на вконтакте будет игра катаноса и видя она так красная у нас видя она сейчас посмотрим что у нас будет между этими двумя игроками и вот прям верхний у нас катанос посмотрим в первом поединке получается от редуорда проиграл потерпел поражение видя она катанос проиграл евгена сейчас посмотрим что у нас будет между этими двумя игроками начинают оба с лесопилок чтобы быстрее перейти в камень и другие ресурсы то есть чтобы было чем застраиваться так что там по деньгам не тратят полностью все игроки по хорошему все таки мне кажется нужно я уже говорил как то об этом он вкладывается максимальную экономику хлеб идет и диана катанос полностью яблоки катанос полностью яблоки рановато мне кажется он строит пекарни и мельницу потому что пшеницу не принесли я думаю логичнее камень идти побыстрее ну да ладно катанос начинается как раз таки сканеломень вот он мне пока побольше нравится но это только старт опа к нютике это у нас видя она решил поиграть в такую экономику когда население больше приносит ресурсов интересное решение получается еду на двойной рацион что он удается или как то уж трактиров я не вижу так что он катаносом катанос камень занимается второе свойство второе место рождения вот интересно кнуты кнуты у него пока плохо работают то есть они как бы есть но бонус приносит небольшой там нужно чтобы они на бизнес 5 стоят куда кто там heeft да в в Небольшую церквушку. Кота у нас. Закупай пиво. А где трактиры? На трактиры нет денег. Вот они. Сейчас закончился. Тут раунд. Там Red Lord победил или кто? Доброе. В принципе. Да. Ну как два года назад. Ваня просто копился и вышел головой. Так. Начинает. А кто-то кнутри ставит? Да. Ведяно пошел в хлебную экономику с кнутами. Зачем? Хороший вопрос. У него явная проблема с популярностью. Я говорю, каталась мне пока побольше нравится. То есть у него работает экономика. Начинает на производство оружия. Ух. Ух. Оно надо. Мне кажется еще она меняется. Хотя. Вроде. Потихоньку перерабатывает. Оно. Ух. 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 Вроде тоже успевает. Ух. 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 Так. Кстати обmus есть. Умак. Ух. Ух. Выравняла ситуация с популярностью. но кнуты у него не работают нормально то есть профита от них поменьше чем могло было быть могло бы быть начинает строить стены катанос странно что видя на не занял вот эти вот вот это месторождение и поля ему поедина добавлять нет столько хмель и ему не нужно слишком много я бы полярин и добавлял расчелы бы лучше каменоломное такое такое так а тут я так понимаю либо жертвовать каменоломными либо снести парочку скорее всего будет огораживать ну как-то вот так вот стенку строить или удалить эти две не знаю точно строить тактиры медиану странно что к сейчас потому что уже половина срочки прошло я все таки почти бы на старте их ставим полезная штука так что у них по деньгам увидя на больше но просто катана с камень не придал так я думаю он впереди бабу так вот это вот интересная стенка такая оградительная вторая линия обороны оба не собирает население пока что конюшни нож не кожа арбалеты ну арбалета надо очевидно рыцарями он будет атаковать сколько там конюшен где-то 15 а тут я не вижу даже оружие а нет вижу он скорее всего закупать будет да тоже рыцарей будет делать ух ты вот эта закупка пивасика чины строит катанас ой не знаю вот тут проходите вот не достроим стенку мне интересно забыл ли про крутые видиан снесет ли он их а что а а а а а То есть от обоих игроков будут рыцари, но плюс у Катаноса еще и на деф арбалеты пойдут, так скажем, не получится в чистом поле победить, отобьет у замка. Так, собственно, видя она, но пока что вижу очень много конюшен, не знаю, что по-другому оружие. Тоже начинает собирать население. Потихоньку подходит к концу срочка. Вот, в принципе, тут недавно игра Red Lord была сегодня, вот такое положение амбара может обернуться тем, что начнут контролить вот эту зону и отстрелить рабочих, начнет падать популярность. Редлорду повезло, что у него на тот момент уже было 90 тысяч, а вот Катанос должен грамотно следить за всем этим, потому что чуть что может остаться без людей. и вот эта вот дырочка меня тоже напрягает, то есть он стену как-то не дострел здесь, забил на нее что-ли, в связи с чем. Хотя, это у меня показывает, что стена это вообще не самая главная вещь, если игроки хорошие. Так, что последние секунды мы по деньгам как-ли, если кота у нас продаст все ресурсы, у него будет столько же, сколько уедя на дом. Так, с кого начинают? Рыцарь. И тут рыцаря. Ну, как я и говорил изначально. Будут ли ассасины отведя на, чтобы зайти там сбоку, ну или попробуюсь поджечь. Ну, он распустил каменоломный. А, да, кстати, он распустил каменоломный. Нанимает конных лучников. Вот это, кстати, странно, потому что конные лучники, мне кажется, не самое лучшее решение против рыцарей. Мечники. Все, пошли рыцари. Вперед. Я пока визуально не могу определить, у кого больше. 119 на 127 по войску. Так, он и лучники уже от Катаноса. Вот я все думаю, что отсюда придет удар. Начинается с перестрелки конными лучниками. Как будто Катанос не чувствует свои силы. Почему-то отступает, хотя у него явное превосходство по войску. И я думаю, ему следовало бы сейчас наоборот давить оппонента. Тем более, что подкрепление пока стоять не может. У него люди заполняются на камероломне. Даже так видно, что у Катаноса намного больше войны. Чего-то не торопит. Смотрите, вот так вот. Это странно. Интересный вариант. Зеркал? Что? Зеркальное место, что я? Да. Везде конница. Ой. Блин. А вот я, кстати, говорил об этом, что обармин этот Бэкспирин. Бэкспирин. Убивая все. Красный Рыцарь, красный Рыцарь, оранжевая. Коны лучники идут теперь. Катанос не уверенно чувствует себя, то есть ему нужно все-таки идти вот так и ему как нужно я на дрохнут и я на дрохнут и иду иду меня оттуда убрал здесь сервом окопать самым тоже не стяной так водой ух ты два треугольника чисто двусторонний пуш правда что-то эти как-то как-то не в ту сторону воюют я не знаю кота на связи с численное превосходство он должен идти вперед рисовать оппонента ну вот почему отступает как будто вот прям вообще не чувствует свои силы то есть прям на глазок видно что рыцарь это у нет больше но он все время отступает войну отступлением не выиграешь можно посчитать сколько конюшен и там и там и сравнить опа неужели это то о чем я думаю что есть популярность или домов не хватает просто может реально домик когда нас должен нанимать кого-то дополнительно то есть еще больше конохочек еще больше рыцарей для дачи ассасимов там не знаю булавы че видео на максит коней он снес конечно но че то что у него все плохо народ покидает его кота нас должен зажимать ему сейчас или никогда я не знаю то есть когда у тебя есть пачка рыцарей и она у тебя простое это непонятно кто вернее для чего они вот это то что он должен делать в этой игре то есть у меня честное происходство он должен жать но он отступает чатик объясните что происходит читала тебя задержка ведь вот в к но извините то есть я надеюсь сейчас будет давить с таким количеством рыцарей но он обязан не можешь не атаковать странное поведение я конечно понимаю не хочется убивать соперник когда он твой брат но бывали в истории бывало и не такое я не поставил видя на а и какой-то этот стрелку на холочников а и и и и и и и и много их там полегло не знаю зря катанс только танцы нужно сюда бежать мама здесь или здесь бежит в атаку упиливает часть рыцарей но не дожимает опять так еще одна схватка должна быть просто катансы и снагнуть так могут но пока ему везет и он неплохо так это пыль ухты по структу есть ребята вот это реально хорошо было с играми а там ассасины так эти рыцарей ну либо они попытаются обойти либо они пытаются снова спирить амар с одной стороны они отвлекли внимание на другой как-то видео на все очень прям плохо его кота нас реально поджимаем все рыцаря отбиты тут все очень плохо все не работает ну ка закончилась кастер обстреливаться я думаю счет 1 0 если с одной горочка или сына оранжевый игрока не там конечно стоят меченки но они не прикрывают все еще кто-то здесь игроков хост это здесь игроков хост я думал красный выйдет ворда нашел и диана признает выражение скорее всего признает да как-то сабелька отыграл сейчас я думаю рыцари добьют тут нет всех маневров до там там всего три юнита ну да опять вот вышел чтобы мужика примет смерть он бил одну хашку вторым третью четвертой пятой шестой как же она мучает их вот он настоящий очень невидателый умер и не сдался один положил десятый и умер как истинный храбрец смотрим статистику ну да преимущество оранжевого игрока я что тебе беру сейчас катанас почему ты там стенку не перекрыл аааа это ты конечно маневр ты у меня субишку стырил да я не знаю честно прикол был но у меня рыцари упорно не хотели двигаться я как не нажимал ну не выбирал их у меня просто был заблокирован путь при том что неважно куда ты пойдем ну куда я собираюсь их отправить они просто не хотели ходить вообще они подняли у меня революцию и отказывались выполнять приказы вообще категорически то есть я выбираю рыцарей и там красный кред типа мы не можем туда пойти и это не типа с этим с воротами не за воротами стоят рядом поле я говорю давайте налево они не нихрена там непроходимое место я не знаю я потерял всю экономику из-за того что я просто сидел и думал как мне просто не слить этих рыцарей которые просто не хотят выполнять приказы меня люто сгорела от этих дебилов я не знаю что за баг я такого никогда не встречал но у меня пердак сгорел конкретно это просто я не успел просто даже вообще ни за чем следить потому что не хотел потерять рыцари рыцари не хотели жить абсолютно не так они мне просто надеюсь в следующей игре такой багуль не произойдет почему ты с производством рыцарь отступал да ну слишком долго я смотрел на твою экономику почти был уверен что ты пойдешь ассасинами по правой стороне через дырку мою поэтому я пытался поближе к замку что если что быстро среагировать но потом я там уже решил все и бежать сбежать чтобы добиться ну короче боялся ассасина ты как еще можешь давайте вторая игру меняйтесь углами удачи 2 горю барона раскидаешь можно как-то не так выделял что ли я тоже не очень пойму что он как-то несколько может у него один барбак они вообще застрял надо скорее всего там есть но перекрылим барбаками он все определяется до этого чего не могут богуля богуля так теперь у нас слева снизу оранжевый катанос и красный видя на у нас правом верхнем углу счет 0-1 ну скажу так игроки конечно интересный но мне кажется у максеса больше шанс пройти дальше ну то есть если кто не понял победитель этой пары попадает на максеса но мне все-таки то что я видел на из турнирах поединков могу сказать что по моему мнению именно максес должен проходить дальше как-то он поубедительнее смотрелся не меняет тактику видя на он снова идет хлеб но надеюсь он сразу с камня начнем то есть не будет меня нет саранч времени строить вот катанос нас камня прям агрессивно начинает вот я не понимаю для чего это то есть не муки и не пшеницы нет но просто дерево в никуда покажут но он думает то что меня это смотрел эти матчи трое игроков то есть сидят на этих плоских картах делают хлеб ну да ну то есть хлеб можно тут делать знаешь качестве ну вот чтобы занять вот эти вот маленькие поля вместо я бы не для продаж а просто как именно источник еды чтобы вот ну да с центра не выжимали с уазиса у тебя просто была еда вот именно внутри зонка а так я не очень сейчас только-только заработают мельницы хотя камень бы уже точно принес какой-то доход можно было вот его продать купить дерево не поставить те же мельницы ну или если их строить то это расплакать они появятся а то лишние рты хотя я быки справиться тут скорее всего дерева не хватает ну да а он еще здесь и деньги слегку ты а он еще крутые построил так они же не работают нормально не знаю надо камень строить то есть катан сделался правильный помню где-то чё-то кому-то писал киевик но ты не горят это я помню вот кресло утопника и что-то еще куда-то но у меня задержка поэтому увидишь костер горит там тулеет помню а но не горят эти утопники да и скорее всего тюрьмы не горят я когда в одиночку играл кусаки мне так жалко было людей когда тебя на них крикал пожалуйста на еще говорят тебе ну я постаковал реально сносил кнуты чувствовал себя негодяем как будто скорость низкая или мне кажется все медный бед я не вижу че он пишет перетащи его сюда а у тебя тоже другая а че он пишет перетащи их сюда и спроси чего случилось может насмешка так мы завершили ну я просрал и в экономику конкретно низ не сегодня прям вообще не идет игра я решил признать поражение потому что там шансов не было сыграть сдался я сдался да потому что сегодня у меня прям совсем плохо пошла игра и я решил что переначать нет нет не будем переначинать наверно может я сегодня устал просто очень сильно не знаю не уверен что следующая переигровка будет лучше я признаю поражение Андрей может проходить за что ты так со мной я не хочу с максимумом играть да ты че творишь ну ты даешь ну это честно ну честно признаю поражение он бы скорее всего меня обыграл бы впереди по экономике и ну просто двадцать минут ждать того что придут рыцари и разобьются ну это такое себе ну не знаю мне кажется я в этой игре тоже мне типа как-то камень не шел вообще я посмотрел нашу экономику я вообще я очень затупил с рынком я построил кучу лицепилок я забыл про рынок я не смог купить ничего ну это мой тупняк прям конкретно мой тупняк и мне кажется ты зря рано ставишь мельницы с пекарнями то есть тебя пшеницы не принесли а у тебя уже встает пекарь ну может быть стоит мне кажется построить парочку именно ломень и с продажи камня уже может быть да ну думаю если ну прошлый прошлый раз вот когда мы играли у меня лучше шло и как можно посмотреть там получше экономикой получше с бойцами было вот сейчас как-то я ну наверное может переутомился на работе не знаю я не понимаю как нормальную экономику построить ну поэтому ну в любом случае спасибо за участие да спасибо за проведенную игру Андрею спасибо за за то что составил мне конкуренцию и желаю тебе удачи в следующем бою там будет нам не понадобится интереснее нам не понадобится сегодняшний турнир который залажал ладно а все тогда спасибо ну спасибо за игру на следующем раунде макс с макс с вот как раз и пожелаем удачи ну и мы заканчиваем на этом трансляции спасибо что смотрели конечно второй бой не удался но я думаю круто но это к лучшему крутые бои еще впереди так что всем спасибо за просмотр всем удачи всем счастливо спасибо 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 спасибо